Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов с описанием у книги Великие музеи мира. Эгген Шилли. Объятия. 1917 год. Холст масла 98 на 169. Работы Эггена Шилли в жанре пейзажа, портрета, ню, проникнуты драматическим контрастом сопоставления жизни и смерти, любви и чувства, одиночества, статики и динамики. В магистральной линии основной темы, которая давала импульс к творческому вдохновению художника, была тема эротики, секса, телесной любви. Искусствоведы видят в работах мастера творческое преломление идеи Зигмунда Фрейда о решающем значении либидо в жизни человека. В наследии Шилли насчитывает сотни графических и живописных работ, изображающих откровенные сцены любви, эротические образы женщин, эскизы сексуальных актов. Второе название представленной картины – «Любовная пара-2. Мужчин и женщин». Данная тема роднит Шилли с другим знаменитым представителем австрийского модерна Густавом Клинтом. Но творчество первого более физиологично, оно экспрессивно в своем натурализме. Художник изображает буквально обтянутые кожей тела, где виден каждый напряженный мускул. Обращает на себя внимание их цветовая характеристика – светлый тон кожного покрова, героини и темные мужчины. Мужчины традиционно изображались более темным цветом тела еще со времен древнейшего искусства Египта. Значимая и общая гамма картины. Шилли работает в палитре постимпрессионистов и авангардистов. Такое сочетание оливкового, охристого, бежевого, темно-коричневого и белого, подведенного черным. Встречается, например, у Пикассо в период 1907-1914 годов. Вот такое описание к работе Эгна Шилли «Объятие. Текст по книге Великой музеи мира». Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok